Я не раз описывал свои впечатления от Библии, прочитанной еще в детстве, в раннем детстве. И там было описание времен, когда выйдет множество лжепророков на площади, и будут они на этих площадях в глаголоте. И вот сейчас, в детстве я не понимал, я думал, что это за площади, а сейчас, имея опыт в журналистике и некоторый опыт в блогерстве, я понимаю, что это за площади. И вот Роскомнадзор вынес предупреждение, или как это называется, в общем, отругал одну такую площадь, площадку, а именно YouTube, посредством которого я имею честь вам вещать, в массовой цензуре российских авторов. 83 канала было заблокировано только в этом году, в 2024, а всего с начала 2020 было заблокировано 207 каналов. Как отмечает Роскомнадзор, среди заблокированных каналов Соловьев Live, Russia Today, РБК, НТВ, официальный канал Совета Федерации. Также ряд артистов и всяких других деятелей. 207 каналов за 4 года и 83 канала за несколько месяцев нынешнего. Добрый день, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд, ибо YouTube не начисляет рекламу и не выплачивает ее здесь, на территории России-матушки. И тружусь я исключительно благодаря вашей поддержке. Описание подскажет, как это сделать. И там же в описании ссылки на два телеграм-канала и второй YouTube-канал. И скажу вам следующее. Действительно блокируют, действительно удаляют. Но зачастую авторы просто не смотрят на причины, по которым удаляют и резюмируют. Все дело в политике. Вовсе нет. Зачастую из некоторых сановных уст звучат такие вещи, которые эта весьма чувствительная площадка не принимает. Такие могут звучать страшные вещи, вроде призывов к насилию, которые на российском телевидении, к сожалению, весьма чисты. И могут быть и какие-то субъективные причины, скажу так. И добавлю от себя, что у меня на канале вы никогда, друзья, не услышите призывов к насилию, слов ненависти, а только скорбь и сожаление по поводу звериной порой запредельной, зазвериной, злобой двуногих. Как-то вот так. Я благодарен вам за то, что вы меня смотрите и благодарен YouTube, прекрасной платформе, за то, что она позволяет вещать мне и другим авторам, не склонным к насилию и так далее. Кроме того, тем, кто очень огорчается, кто подвергается рестрикциям, очень советую ознакомиться с законами об авторских правах. Люди часто берут чужие куски видео, аудио, фотографии и используют их даже без ссылок на правообладателя. Это следует изучить. И во всем винят платформу, которая стремится соблюдать законы и свои внутренние регуляции, коих у нее хватает. Что ж, друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Описание подскажет как. Желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Улыбайтесь почаще и физкультурите все время. Пока. Пока.